Диалектики Сегодня мы поговорим о диалектике. Точнее, о мифах диалектики. Их набралось довольно много, и они бытуют не то, что даже в такой непрофессиональной среде, но даже в энциклопедиях, в учебниках полно мифов, то есть не соответствующих первоисточников и не соответствующих вообще представлению о диалектике и даже представлению о здравом смысле. Я сейчас читаю несколько цитатов. Когда же кто-нибудь делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума устремляется к сущности любого предмета и отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности благо. Так он оказывается на самой вершине умопостигаемого. Не назовешь ли ты это путь диалектическим? Конечно, ты называешь диалектиком того, кому доступно доказательство сущности каждой вещи. Имеются ли у человека природные данные для занятия диалектикой или нет? Кто способен все обозреть, тот диалектик. Кому же это не под силу, тот нет. И если я замечаю в другом природную способность охватывать взглядом единое и множественное, я гоняюсь следом за ним по пятам, как за Богом, правильно или нет, я обращаюсь с тем, кто это может делать, знает Бог, я называю их и по сейчас диалектиками. И только одна единственная цитата из всех диалогов Платона включает в себя представление о диалоге. Сократ, а того, кто умеет ставить вопросы и давать ответы, мы называем диалектиком? Гермоген, да, это так. То есть коротенькая фраза, которая упоминается, хоть какой-то диалог, хоть какой-то вопрос и ответ. То есть для Платона, для Платона. И вообще в античной философии диалектика не связывалась с диалогом, как всем преподают и существует во всех справочных энциклопедиях. Вот еще, ну чуть попозже, чем Платон, Платин. Назвав ее диалектикой и определив подобным образом, мы должны установить, в чем заключается ее суть. В другом месте мы привели немало толкок, показывающих, что целью всех наших изысканий должно быть постижение блага и ума. И таким образом очевидно, что именно этому и должны быть посвящены, посвящена рассматриваемая дисциплина. Что же это за наука? В чем состоит суть диалектики? Это наука или дисциплина, которая позволяет дать истинное определение каждой вещи. То есть не намека на то, что диалектика хоть как-то связана с диалогом, с спором и с прочими вещами. У Аристотеля чуть по-другому. Да, он не связывает диалектику с неким высшим познанием, с неким высшим пониманием, как это делают Платин и Платон, но у него точно так же диалектика не связана с диалогом, хотя связана с риторикой. А что Платон, в отличие от пифагрейцев, считал единое и число существующими помимо вещей, и что он вел Эйдоса, это имеет свое основание в том, что он занимался определениями, ведь его предшественники к диалектике не были причастны. То есть опять никакой намек на диалог. Ну, Аристотель связывает диалектику с риторикой, с софистикой, сближая их, по сути, как умение вести доказательную беседу, как доказательство чего-то, но не связанное с диалогом. Так, а не доказалось бы, если с риторикой софистика, ведь софистика по большому счету это соревнования. Нет, нет, не соревнования. То есть если человек занимается соревнованием, он просто может доказать тебе то, что не существует. Ты можешь молчать. Ну тебе. Это отдельно. Соревнования в риторике и соревнования в софистике, это отдельно. Да, соревнования в софистике, соревнования в диалектике. Можно соревнования в диалектике устроить. Да, так это казалось бы... Но при этом, при этом, сам смысл понятия диалектики Никак не связан в античной степени с диалогом. Казалось бы, само по себе софистика и риторика, это подразумевает в какой-то смысле некое подобие диалога. Если Аристотель относит у нас это дело к софистике и риторике, диалетику, то есть способа обсуждать таким образом, то надо иметь дело и к диалогу. Нет, ну почему риторика? Риторика не диалог, а выступление оратора перед толпой. Тем не менее, Аристотель утверждал, что диалектика – это умение доказать одно из противоположных, что считается наиболее истинным, кажется наиболее истинным. Ну и также он связывал с вероятностными суждениями диалектику. Так что, ну я сейчас, я думаю, что сейчас не тема рассуждать о диалектике в античности Платона. Ну это просто, да. Но, но, именно бытующий. Кстати, что в основном, к чему, в чем заключается миф? Все связывают диалоги Платона, именно диалоги. То, что там диалектика заключена именно в этих диалогах. Так вот, во всех диалогах встречается пять раз слово «диалектика», и ни разу она не встречается именно как в форме диалога, описывающей диалог. Только один раз тот, кто умеет задавать вопросы. Но диалектика в греческом смысле это все-таки… Происхождение? Да. Это способ имения рассуждать диалогами. Да. Испособ имения рассуждения. С диалогами, с диалогами. Я когда сказал этимологию слова, поясните. На самом деле диалектика, это вот тут много есть корней разных, но на самом деле изначальной программы диалека — это буквально черезговорение. То есть диалектос переводится как разговор, переговор. Но Платон уже не используется никаких слов. Диалектикос — это вот искусство в разговоре или дискуте. Это искусство вести разговор и пления. Да. То есть, как бы, не только... Диалекома – это переговариваться, разговариваться, говорить. Всю ученую беседу, беседу искорить. Балат, вот самая центральная, я не зачитал одну более длинную цитату из Платона, которая поясняет, что же такое диалектика его понимания. Не просто ля-ля языком. «Пойми также, что вторым разделом он постигаемого, я называю то, чего наш разум достигает с помощью диалектической способности. Свои предложения он не выдает за нечто изначальное. Напротив, они для него только предположения, как таковые. То есть, некие подступы и устремления к началу всего, которые уже не предположительны. Достигнув его и придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимных отношениях. И его выводы относятся только к ним». То есть, это не разговор, это некий способ познания, некий способ познания эйдосов, высший способ познания, а не умение рассказать о чем-то. То есть, у Платона вот центральный момент. И то же самое связано и у Платина. То есть, даже и близко нет намека на разговор. Но тут просто, я же говорю, если говорить о происхождении термина, то это происхождение. То есть, здесь миф не о происхождении, миф о том, что почему-то античную диалектику связывают, возможно взять даже статью в Вики, и там написано, что это связано с диалогом, умением вести беседу и все прочее. То есть, и близко связывать с Платоном. Похоже на самом деле, что действительно, этимологически, то есть, происхождение слова, оно связано с диалогом каким-то образом. Диалогом, конечно. Не с ритурой, а с ритурой. Каким образом, а связано буквально. Связано буквально. Связано буквально. Другое дело, что, быть может быть, и Платон в обоих своих хипостасях, он, значит, прописывал этому ягечный пунктный смысл. Да. Нет, а может... И тоже дополнительно, но другого смысла, в диалогах Платона другого смысла и не встречается. Нет, можно различать метод, да, способ, каким мы достигаем, и то содержание, которое достигается. Нет. Здесь в смысле метода... Ну да, мы же тоже видим, что диалектика в смысле Гегеля или в смысле Макса Энгельса, она с диалогом не связана. Нет, там уже забыли все. То есть, в средние века уже забыли про всякие диалоги. То есть, там она... В средние века это был определенный раздел логики. Да. У Канта, у Канта впервые это стало связано в большей степени с антиномиями и с диалектикой транзидентальной, то есть, неким способом мышления, но он это не выделял все-таки в нечто самостоятельное. И впервые, да, у Гегеля диалектика приобрела некий самостоятельный способ познания, самостоятельную философию, самостоятельную антологию, самостоятельную мессиологию объединенную. Вот. Но давайте перескочим через Канта, вот, и вернемся к мифам, которые связаны уже с фамилией Гегеля, с именем Гегеля. Ну, один из мифов, распространеннейший, который можно услышать и от профессионалов, это что Гегель ввел понятие диалектической логики. Нет такого понятия. И спекулятивная. У него была только спекулятивная логика. Очень много Михаил Грачев занимался этим. Он раскопал, когда впервые в немецкой литературе появилось понятие диалектическая логика, это Розенкранцт, 1843 год, и то было связано не с Гегелем, а с Кантом. Он писал о некой диалектической логике, которую вел Кант. И постепенно как-то из работы закрепилось, что Гегель автор диалектической логики. Второй миф, это, скажем, уже миф современный, тоже связанный как бы с Гегелем, но и связанный не с диаматом, связанный с понятием диалектической логики, потому что никакой диалектической логики нет. То есть в чистом понятии, в прямом понятии логика, как мы связываем с логикой Аристотеля, когда есть некие законы, есть некоторые правила обращения с суждениями, есть правила получения истинных или ложных суждений, вот то, что логика, что мы можем проверить, соответствуют логике чьей-то рассуждение, доказательство, и не соответствуют. Это есть набор правил. Так вот никакой диалектической логики, как набора правил, как неких условий выяснения истинности суждений, не существует. Не существовало и у Гегеля, хотя у Гегеля можно целиком всю его логику, науку логики посчитать за единую логическую систему, но правил никаких логических там введено не было. Ну а если говорить уже о позднем диамате, то там подавно ничего не было. То есть никакого намека на диалектическую логику, именно логику термин был, глубоко использовался, все о ней только и говорили в диамате, но логика таковой нет. Может быть, качественная сторона логики какая-то была, они пытались что-то там... Нет, 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 ничего. То есть, ну в любом случае, когда мы говорим, вот есть, существует логика классическая аристотелевская, да, существует логика не классические, вероятностные логики, противоречивые логики, различные логики, которые сейчас куча появилась, мы всегда можем сказать, эта логика отличается тем, что вот закон исключенного третьего в ней не работает, да, вот это другая логика. Либо добавлен еще какой-то закон, то есть мы всегда имеем, логика это что? Это набор правил, который позволяет из некоторых суждений, принимаемых за всем, получить целый ряд истинных суждений. Нет правил, нет логики. То есть это ни о чем, если нет правил. То есть как таковой логики в диалектической не существует. Ну она неформальная, она просто там три за полный диалектической. Да нет, ну а как? Что значит неформальная? Логика не может быть неформальной. Ну сначала, вы же сами понимаете, сначала возникают какие-то качественные суждения, потом пытаются это качественное формализовать, количественно. В том-то и дело, пока нет формализации, это не логика. Ну вот есть же темы, например, что говорят логика развития, логика развития общества. Нет, ну это в данном случае... А говорят что, развитие его закономерно в том смысле? Нет, 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 здесь нужно не путать два смысла терапии, термин логика. Есть термин логика, это закономерно, это логично, и логика как наука. Вот логики диалектической в зависимости с логикой и диалектической логикой. Есть логика развития. То есть в этом смысле называется диалектическая логика. Логика развития общества. Вот хорошо, мы к этому подойдем. Вот еще один миф. Так, значит, мы дальше... Ну, с Гегелем мы еще к нему будем возвращаться. Переходим к следующему мифу. Это... А, так, с Гегелем связаны. Это миф о наличии законов диалектики. Ну, у Гегеля нет, да. Да. То есть очень часто приходится выжить законы диалектики Гегеля. У Гегеля нет никаких законов диалектики. Ни одного закона в его произведениях нет. То есть если прочесать всю большую логику, там множество раз используется слово закон. Ну, это все законы физики, законы... Ну, какие угодно. Но законы диалектики у него нет. И, по сути, не должно быть. Потому что в философии вообще не может быть законом. Или можно сказать так, что любой философский тезис является законом. Законом мышления в какой-то системе. То есть никаких законов ни до Гегеля, ни после Гегеля, ни в одной философской системе понятия закона. Есть закон данной системы философской. Такого понятия нет. И впервые это вел Энгельс, который прочитал, естественно, Гегеля. И в диалектике природы посвятил законам диалектики целую главу. Я вот сейчас маленький кусочек, когда начинаю, это зачитаю. Таким образом, законы диалектики были отличены от истории природы и человеческого общества. Но они не что иное, как наиболее общие законы обеих этих фаз исторического развития. А также самого мышления. По существу они сводятся следующим трем законам. Первый. Закон перехода количества в качество и обратно. Закон взаимного проникновения противоположностей. Закон отрицания отрицания. Все эти три закона были развиты Гегеля на его идеалистический манер, как простые законы мышления. Первый. В первой части логики в учении обытии. Второй. Занимает всю вторую и наиболее значительную часть его логики в учении о сущности. И, наконец, третий. Фигурирует в качестве основного закона при построении всей системы. Ну вот единственное, какое логическое правило, конечно, можно выделить у Гегеля, это отрицание отрицания. То есть вот этот вот момент, когда он констатирует, что вот я ввожу некое понятие, потом его отрицание, потом еще отрицание. Вот единственный формальный момент во всей логике Гегеля существует. Но его выдать как закон логики, из которого может следовать истинность суждения, нельзя. Ну, скажем, правило. Есть одно правило. И которого хватил Гегельс. Первые два закона неизвестно откуда взяты. Во-первых, возьмем первый закон. Переходы количества, качества и обратно. Взято одна пара категорий, которых множество у Гегеля. Почему, например, не взято причины и действия? Почему вдруг Гегельс не сказал? Есть закон взаимного проника, есть закон перехода причины в действия и действия в причины. Есть закон формы содержания, переход формы содержания и обратно. То есть мы любую диалектическую пару Гегельса берем на всем протяжении логики и составляем таких законов в десятки. Почему Гегельс взял только одну пару? Тем более в той же первой части, на которой он ссылается, где исследуется качество и количество, там было бытие ничто, конечное и бесконечное, одно многое. Почему он не взял? Закон одно переходит во многое, а многое переходит в одно. Ну, две версии, скажем так. Потому что это закон единства и противоположности. Нет, это отдельно посмотрим. Мы пока рассказываем про первый закон. Потому что он писал все-таки диалектику природы, и прицепить туда одно многое, конечное и бесконечное, где ничто, очень сложно. А вот качество и количество, берешь формулу, количество радикалов там меняется, там атомов все, но меняется свойство. То есть он прицепил то, что можно было прицепить. Ну и с другой стороны, можно сказать, то, что было и так понятно ему, более-менее. Остальное, наверное, было не так понятно. Ну и потом, не столько, может быть, ему понятно. Он же писал все-таки это для широких масс. И поэтому он решил вот у Гегеля взять то, что наиболее понятно. Но, с другой стороны, произошла дискриминация. Почему все остальные пары противоположных категорий не составляют законы? Ну, не говоря о том, что вообще это не закон. Закон перехода, конечно, качества и обратного. Имеется, ну, конечно, принцип, конечно. Это же не принцип, а не закон. То есть из любого закона должно что-то следовать. То есть мы должны вот его применять как-то. Мы берем этот закон и говорим, ну и что? Переход количества я буду терять, терять и получу дырку. Что в этом смысл? Или банальность то, что любые качественные изменения происходят количественно? Но если есть некое качество, и мы говорим о его изменении, то это однозначно подразумевает, что и количественные изменения. Не бывает качественных изменений без количественных изменений. То есть это просто констатация банальности. И из этого, то есть, скажем так, в дальнейшем, в «Диалектике природы», в которой он сформулировал книги, у него там страниц 100, может поменьше, вся глава посвящена анализу этого закона. Но там просто примеры. Примеры, когда качество приходит в количество, количество в качество. Ну и что, что примеры? Если есть закон, то есть я могу взять закон Ньютона, закон текотения, и рассчитать орбиту. Вот это закон. Я знаю, я могу рассчитать силу, с помощью которой будут тела притягиваться. Закон кулона могу взять и рассчитать. Поэтому из этого закона ничего не следует. Вообще. Следующий момент. Очень интересный следующий момент. На самом деле маленькое замечание по поводу того, что у Аистотеля эти категории совершенно разведены. Он не говорит о том, что они могут быть как-то связаны. А все-таки, когда мы говорим, что качество и количество как-то связаны, и когда одно изменяется, и другое, это все-таки как бы нечто дополнительное. Да. Содержание здесь есть некая прибавка. Это содержание, естественно, есть. Но это содержание есть и у Гегеля, и это содержание есть именно в взаимодействии противоположностей. Да, но возводить его в какой-то универсальный принцип и закон, и чтобы... Да, в данном случае, я подчеркиваю, что мифом является и нонсенсом, почему Энгель взял один из многих. Вот это. Я не подвергаю, что здесь есть какое-то содержание. То есть, здесь нет закона в одном смысле. Почему одну единственную пару он взял, но то, что содержание какое-то, ну да, безусловно, есть. Переходим ко второму закону. Закон взаимного проекновения противоположностей. Примечательно то, что Энгель, сформулировав вот эту вот строчку, написав на всем окончании диалектики природы, больше о нем не упоминает. Но это его простительно, потому что, по сути, диалектика природы, там более того, что у него стоит цифра один. Рассмотрим один закон перехода количества в качество и обратно. Цифра два не появляется дальше по тексту. Но, это, простите, не он это писал, ну, в смысле, не он писал, не он издавал, это было собрано из черновиков. То есть, он не дописал, либо составитель не обратил внимания, но там просто даже вот в этой главе, где закона, нет нумерации, стоит цифра один, а еще должно быть в два-три, но этих цифр нет. Вот, так и сдается. До сих пор так это и сдается. Если еще закон перехода количества в качество можно принять как название, а дальше это раскрытие его, то закон взаимного проникновения противоположностей, это вообще название закона. Это название, это имя закона. Закон всемирного тяготения. Закон притяжения противоположных зарядов. Это название. Дальше, после этого закона, должно формулироваться содержание закона. Но содержание закона не было не сформулировано ни Энгельсом, ни в одном учебнике по Диамаду после. То есть, вот, закон состоит в том-то и том-то. Нет. Нет содержания. Более того, что... Давайте вдумаемся, что здесь написано. Закон взаимного проникновения противоположностей. Во-первых, скажем так, в более развернутом виде, потом после Энгельса подменили закон единства и борьбы противоположностей. То есть, это оказалось еще более бессодержательно. Ну, пока слово борьбу уберем, взаимного проникновения, ой, не взаимного, закон единства. Что такое противоположности? Левое и правое. Это некое единое основание, у которого есть две крайних проявления. У палки есть два конца, есть некое единое основание. То есть, единство – это определение противоположностей. То есть, противоположностей ни единых не бывает. То есть, по сути, этот закон просто констатирует словарную статью, что такое противоположность. Противоположность – это то, что имеет единое основание, и два крайних проявления этого основания, которые существовать друг без друга, не могут. Это определение энциклопедическое. Это не закон. То есть, это закон по типу того, что закон смехотворности шуток. Ну, шутки смехотворные, да. Противоположности едины. То есть, содержанию этого закона нет никакого. Дальше. Когда добавили борьбу, что из этого следует? Откуда борьба? Ну, во-первых, без уточнения. Это вообще? То есть, палка. Есть борьба? Что? У левого и правого. Есть борьба? Нет борьбы. У два конца палки. Они что, борются? Не борются. Кто-нибудь мне может сказать хоть один пример, когда противоположности борются? Ну, это, пролетариат и... А это противоположность? Ну, в смысле, Ерингиса, да. Вот именно это. И вот, в чистом виде, логически, это не противоположности. В логическом нет. В диетическом, геглевском. То есть, у них есть некая неразрешимая противоречия между трудом и капиталом. Какое противоречие? Между трудом и капиталом. Какое? Когда мы говорим, есть противоречие, это не значит, что я просто назову. Противоречие, оно состоит в том, что рабочий хочет как можно больше получить за свой труд и поменьше поработать, а капиталист хочет... Это его противоречие, прорабочего. Это не противоречие между другим капиталом. А капиталист хочет, чтобы он побольше поработал, а вместо конкретных. Это конфликт интересов. Ну... А, это не противоречие, это конфликт интересов. Вот. Раз. Во-вторых, еще следующее. Капиталист, как открывался, снова выйдет на том, говорит Макс, тем, что он ворует рабочим линиям у своих... Да это не противоречие. Почему нет-то? Нет. В этом, в эдлисовском смысле, вполне противоречие. Нет. Дело в том, что тут мы, если еще приходим к одному нонсенсу. Нет, нет. Примерно. Нет, давайте, давайте. Это противоречие между Германской империей и Английской империей, между накануне Второй мировой войны. Но это противоречие не в логическом смысле. Это не противоречие. Нет, но это можно назвать противоречием, но не в этом смысле. Мы же уже договорились о том, что у нас диалектика — это логика развития, а не логика. Мы не договорились до этого. Мы до этого не договорились. А логика? Мы до этого еще не дошли, скажем. Мы еще до этого не дошли. Мы же к этому еще вернемся, давай. Если мы договоримся прямо сейчас о том, что у нас диалектика есть всего лишь диалектическая логика и слойка развития, а не логика в смысле. А откуда это взялось? Ну вот просто, вот такое вот есть представление. Это ещё один миф, который мы будем рассматривать чуть подальше. А вот, возвращаясь к противоречию, может, ты думаешь, правильно, они же антагонисты. Интересы-то разные. И между Германией и Великобритании тоже противоречия есть. Я объясняю. Два конца палки. Нет. Вы знаете, что такое противоречие? Скажите мне, что такое противоречие? Противоречие? Да. Что такое противоречие? Ну, противоречие – это когда… Когда А есть Б, и с другой стороны А есть… Точное определение противоречия. Логическому субъекту присваиваются противоположные предикаты. И два суждения не могут быть одновременно истинными. То есть, вот, компьютер большой, компьютер маленький. Он не может быть одновременно. Я пошел налево, я пошел направо. Это противоречие. Да. Это логический противоречие. А другого противоречия нет. Ну, почему? Есть же противоречие… Ну, вот, любой… Вот, сейчас я возьму всех, за исключением вас, спрошу, было ли противоречие между, накануне Первой мировой войны, между Британской империей и… Германской империей. Все мне скажут «да». Все скажут «да». Дело в том, что если мы начнем рассуждать на уровне, скажем, когда обсуждаем форму философскую, да, на уровне трехлитровой банки, тогда «да». А почему здесь трехлитровая банка? Потому что это бытовое понятие противоречия. Дело в том, что… И когда мы будем рассматривать Германию, Германию и Англию, то между ними действительно можем вскрыть противоречия. Но не абстрактно, вот так они находились в противоречии, мы действительно найдем… Не абстрактно, а? …что есть некое обсуждение… А чисто содержание… Нет, не обсуждание противоречия… Чисто содержание, что у них, у той и той части, прямо противоположные интересы… Давайте, подожди, хорошее же слово было сказано. Давайте назовем вот это противоречие конфликтом. Конфликтом. У них был конфликт интересов. А то противоречие назовем просто логичным противоречием. Давайте стоп, давайте мы к этому еще вернемся. Это отдельный разговор про противоречия. Так, сейчас мы закончили… Просто сказать, что диаметр не является логикой в источниках смысле, это не означает, что она не является логикой развития. Нет. Я еще этого не говорил. Вывода нет. То есть про логикой развития я еще не говорил. Мы к этому еще вернемся. Значит, сейчас мы констатируем, что… закончим законом единственной борьбы противоположностей. Значит, если бы это был закон, то значит… Что бы? Он мог значить только одно. Что если мы наблюдаем некую противоположность, да? Ну, скажем, закон Кулона, значит, если мы наблюдаем два заряда, то они однозначно взаимодействуют согласно закону Кулона, да? Если мы наблюдаем две массы, то они однозначно взаимодействуют согласно закону тяготения Ньютона. Если мы наблюдаем две противоположности, то они что, должны бороться? Вот по моему факту, моя рука должна бороться справа, потому что они противоположности. Почему? Если у… По закону… Германская империя… Да нет! Игорь, Игорь, обождите. Вот закон… Нет, стоп, 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 стоп. Тогда получается так. Вы говорите, нет, вот Юпитер с Марсом притягиваются. А вот Венера с Солнцем не должны, потому что они вот не какие-то другие массы. А вот на вопрос. Да. А добро с Огромой… Противоположности? Противоположности. А они борются? Как же они борются-то? А зло борется против добра? А как? А как? А так? Зло борется против злого. А так? Зло… А дед, покажите мне добро и покажите зло, и как они борются? Сатана? Борются люди! Сатана? Нет, ну это… Это же разговоры. Дело в том, что когда говорится, нет, борются люди, вот на татаре, забышь, они борются с трудом. Хорошо, борются злой человек добрым. Да, он борется с тобой, что вы. Вот у него это синяя лизинка. Бонички борются, нет, это ваш что-то. Синий лизинк синий. Вот вы добрый, я злой. Мы с вами боремся сейчас? Но вы же не злой. Нет, я злой, очень злой. Я не знаю, я не добрый. Нет, подождите, подождите, нет, стоп, стоп, стоп. Есть люди, которые на работе, допустим, там где-то еще, на улице, в транспорте, они начинают на доброго человека кричать. Хорошо, скажем так, любая масса взаимодействует с любой массой. Не поняла. Любая масса, массивное тело по закону тяготения взаимодействует с любым другой массой. Да. Любой заряд взаимодействует с любым другим зарядом по факту. Обязательно взаимодействует. Потому что есть закон по закону. Любая противоположность взаимодействует с противоположностью. Вы хотите сказать, что зло потому и взаимодействует... Нет, нет, я хочу сказать то, что это не закон. Ну, в смысле физически. Это не физически. Любой. Это вообще не закон. То есть, если мы формулируем закон, но мы подразумеваем, что мы берем некие условия, условия, соответствующие данному закону, и должно что-то выполняться обязательно. То есть, по закону единства и борьбы противоположностей вся... там никаких ограничений на противоположности нет. Там говорится о всех противоположностях. Есть ограничения на противоположности? Нет. Значит, моя правая рука, левая рука, противоположные должны бороться согласно закону единственной борьбы противоположностей. Они едины и едины, они принадлежат мне, должны бороться. Не борются? Не борются. И люди, то, что могут бороться, и два добрых человека на татаме, могут два злых бороться, это уже частности, которые касаются психологии, но не закона философии. По закону философии, абстрактному закону философии, то, что констатируется, должно выполняться. Значит, этот закон просто не является законом, это просто ля-ля языком. Нет, минуточку. Вот опять, добро и зло, допустим. Добро и зло это не два человека на татаме. Добро просто по себе, и само по себе зло. Да, это две противоположности. Это два понятия. Это две противоположности. И добро в каком-то смысле, ну, например, в конкретном смысле добро, что, например, у людей нельзя продавать рабство. Это вот такое определение у них. Ну, добро, да. Потому что если с рабством, для него он выступает в качестве злого, и у тебя обмладелец этот, в этом смысле, он всегда может в качестве... Да, пожалуйста. А Ганди садится и не против... И это эффективный способ борьбы. И зло, и зло, и зло, а если они не к этому и делают. Давайте, 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 давайте... Как она не к этому борьба, как это борьба? Можно найти кучу примеров, кучу примеров, когда противоположности находятся в конфликте. Просто надо, надо видеть, что когда у тебя противоположности, это всегда у тебя отношение двух содержательных. А и Б. А это содержательность между А и не А. Левое и правое, это отношение между А и не А. Левым. И которое не левое, которое правое. А противоположности. Это вот логическое, которое не противоположности. Нет, это не любой противоположности. Ну, это... Гегелевское... Любое противоположности. Гегелевское, Максовское, Эйнштейновское, Энгельсовское. Оно как раз, оно говорит в том смысле, что обе эти части противоположные. Ведь обратите внимание, берем, открываем логику логики Гегеля. Он с чего начинает ее построение? С противоположностью между бытием и ничто. Да. Не противоположностью между бытием и небытием. И не противоположностью между нечто и ничто. А противоположностью между бытием и ничто. То есть двумя самостоятельными видами сущего. Как бы, вот так. В этом смысле. В противоположность. Ничто не является отрицанием бытия. Ни в коем случае. И это мысли, когда у тебя... Нет, ничто это отрицание бытия. Нет. Да. Отрицание бытия является небытие. Нет. Дело в том, что... Здесь вопрос... Отрицание нечто будет ничто. Это разные вещи. В одном смысле отрицается бытие. В другом смысле отрицается определенное. Давайте на этом еще... Мы к этому вернемся. Но сейчас самое главное. Мы зафиксировали, что это не закон. Да. Нет. Мы зафиксировали, что это не закон. Мы зафиксировали, что противоположности у диалектиков, они понимаются не логическим образом. Логически. Не как между правым и левым. Нет. Какая не а, а как содержательная. Не в том смысле, что зло является отрицанием добра. О том, что зло и добро обладают самостоятельной субстантностью, тогда они борются. Но если они обладают самостоятельной субстантностью... Понимаешь? Можно этим кучу. И Великобритания с Германией боролись. Почему? Они непротивоположные. Они обладали самостоятельной субстантностью. Это без разницы. Они обладали субстанностью в это сми... Существует огромное количество противоположностей, которые обладают самостоятельной субстанцией, но при этом не борются. Ну вот, а левая и правая, они не обладают самостоятельной субстанцией? Почему? Не обладают, потому что суть левого в том, что она не правая. Все правильно. Поэтому они улучшаются между собой, они не борются. Субстанция у них одинаковая. Ладно, понятно, хорошо. Значит, в любом случае, в законе есть различия, о которых вы сейчас сказали? Есть определенные противоположности? Да. Ну, получается, что да. Получается, что нет. Получается, что... Ну, там есть разница, записано. Вот только про такие-то противоположности, которые вот так-то борются, противоположности другого порядка не борются. Нелогические. Всегда противоположности. Она же у него философия природы у Энгельса, в первую очередь. Поэтому у него эти так называемые... Да, действительно, куча примеров противоположных полюса магнитов. Ну, нелогичный пример. Ну, почему? Зарядные противоположные борются? это подгонка подгонка подклассовую борьбу только тех во-первых у Энгельса он был не настолько глуп чтобы вводить термин борьба у него такой нет борьбы там тоже конечно сложно понять один заряд прониковать другой заряд противоположности ну он понимал что там есть сложные моменты что добро проникает во зло зло в добро это все можно говорить да во первых это не закон а просто констатация факта что это взаимно а борьба это позже на поздней стадии в диамате уже было появилось я так и не нашел но при этом борьба это всего лишь дань классовая что борьба и отрицательные заняты и не обладают каждой самостоятельной субтантностью даже тот же труд и капитал существовало на протяжении множества времени если это закон то должно констатироваться либо также быть постоянная борьба нет они ходят вот сейчас есть труд и капитал они что борются с друг другом иногда бывает до бывают запасовки все в целом в целом нет поэтому если бы закон не было сказано что в определенных условиях накопление некоторые на массы и т и т и т и т т нет написано просто они борются нет пожалуйста существует нормально поскольку всеобщей не имеет он имеет конечно... это не закон значит это не закон может в лучшем случае можно назвать причем мы же самого начала решили говорить я предлагал что директической логике это логика разъедищает Нет, давайте не будем об этом говорить. Давайте еще оставим потом вопрос. Это еще ничего не следует. Вот эта фраза, что это логика развития, этого ничего не следует. Она не логика в смысле Аристотеля или там значной логики, а она просто логика развития. Вот так делается. Да нет, откуда это взялось? Откуда взялось это, что это логика развития? Ну вот так говорят? Это карьер будет, что это очередной миг. Да, это очередной миф. Установило только развитие. Не, ну просто установили, чтобы дальше не спорить, так что... Давай, давайте пойдем дальше. Это не закон? Значит, следующий миф. Следующий миф. Это вот этот. Что диалектика — это теория развития. И на этом построено... То есть, что теория развития? Да. На этом построено весь диамат. Да. На этом построено. И что противоречие и диалектика является движущей силой. То есть, в основе любого движения лежит противоречие. Это звучит, написано в диамате. Но мы берем любое движение. Стадо коров переместилось с одного места на другое место. Для того, чтобы перемещение произошло, нужно что? Разница потенциалов. Там мало травы, здесь много трав. Заряд перелетел в одно место, в другое место. Там разница потенциалов. Тут поле такое, такое. То есть, никогда никакого противоречия, никаких противоположностей для того, чтобы совершало движение, не нужно. Да, но движение же ведет совсем... Стоп, 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 стоп. Давайте. Слушай, а что движение? То есть, это уже значит, ни при чем здесь диалектика. Движение же имеется в виду, в смысле развития, в смысле перехода. Нет, хорошо, я поговорю только пока движение. Теперь берем развитие. Наиболее характерный пример развития – это антогенез. Антогенез – развитие живого организма. Так. Так. Где противоречие? При чем здесь диалектика? Вы подойдите к биологу и объясните ему. Объясните, вот биологу, который занимается антогенезом, профессионал, исследует, как из одной клетки появляется живой организм, многоклеточный, целый. И вот где там противоречие? Он посмеется над вами, если разведет руками. А при чем здесь противоречие? Нет, ну придумать-то можно, по сути. Нет, зачем придумать? Если констатируется, что диалектика нам отвечает на вопрос, как происходит движение, то основной пример движения, который у нас есть на планете, в природе, основной, вот до общества пока берем, основной пример, который есть в природе, да, это пример развития биологического. Там нет никаких противоречий, нет никакой противоположности, которая является двигателем. Кстати, более того, что очень интересно, мы уже о противоречиях начали говорить. Ни в одном учебнике физики, ой, физике, ни в одном учебнике диамата, ни у Энгельса вы не найдете определение, что такое противоречие. Там идет так, закон единства и борьбы противоположностей и противоположностей встречаются так и так, это суть, и поэтому противоречие, вот так, из предложения в предложение. То есть, почему вдруг в законе существуют противоположности, ведь противоположности не значит противоречие. Противоположности есть противоположности, но противоречие это определенное отношение. Так вот, что такое противоречие в диамате не определено. Можно пример в биологии дать? Человек был маленький, потом он прошел какое-то время, и человек стал большим. Один и тот же человек. Большой и маленький. Не в одно и то же время. Это не противоречие. Нет, ну в смысле развитие. Когда говорят, что противоречие лежит в основе любого развития, это значит, что в данном конкретном месте есть некая противоречие, которая послужила причиной развития. А в данном случае это вообще не противоречие, потому что это взят в разное время. Противоречие всегда, когда нужно взять два суждения в одном и том же месте, в одной и той же пропорции, в одной и той же смысле и в одно и то же время. Вот тогда будет противоречие. Нет, противоречие, чтобы было, например, большое и маленькое, в одном и том же отношении, конечно, такое вообще невозможно. А, почему? Диаматия это возможно? Нет, диаматия всегда пишется. Нет, в общем-то, я сказал, что противоречие там именно в том смысле, что вот одно... Но это не противоречие тогда. Но это не противоречие смысле логики, естественно. Нет, это вообще не противоречие. То есть, если мы говорим о противоречии, то, в общем, что мы такое понимаем, когда кто-то произносит, это противоречие. Это значит то, чего он не может. Вот по сути. Вот скажем, а, это ты противоречишься к себе. Это в логике. Это нет. Почему? В логике, конечно, это то, что вы думаете. Почему нет? Почему в логике? Так, давайте вернемся к логике. Значит, у нас есть... А если я равно Б и С... Хорошо, у нас есть логика. Если я равно С, то... Да, у нас есть логика. Что такое логика? Логика, в общем смысле, это набор правил правильного размышления, да? То есть, когда мы говорим, что человек логично рассуждает, и когда у него все в порядке с логикой, это он, значит, правильно рассуждает. Если человек ошибается, мы говорим, у него нелады с логикой, у него проблемы с логикой, он противоречит, и он нарушает... Но он этого существовать не может. Противоречивые логические суждения не могут рассуждать. Так, теперь, значит, почему мы говорим, что человек правильно рассуждает? Вот почему вот соблюдение логики, это правильное рассуждение? Только потому, что если он согласно своим рассуждениям будет действовать в реальности так называемой, он будет ей соответствовать. Если он неправильно рассуждает, значит, если я говорю, что я сегодня встану в 8 утра и вчера уеду туда-то. Я нелогично рассуждаю, я нарушаю логику, значит, этого не может быть. То есть правильное рассуждение – это соответствие тому, что может свершиться, все, что может свершиться с нами в реальности. Если я неправильно рассуждаю, значит, я не соответствую реальности. Так вот, в логике есть закон запрета противоречия. Что он нам говорит? Если ты будешь рассуждать противоречиво, значит, твое рассуждение будет логически неверно, и значит, твое рассуждение не будет соответствовать реальности. А о чем это говорит? О том, что в реальности противоречия нет, и поэтому рассуждения противоречивы… Разумеется, логически нет. Конечно. Никаких противоречий. Хорошо. Когда мне говорят, что есть противоречия между чем-то и чем-то, я спрашиваю, как я определить? Вот скажем так, вот есть столб и это кресло. Есть между ними противоречия? Нет. Британская империя, германская империя – есть противоречия. Так, тогда как мне определить, оно есть или нет? Мне нужно знать, что это. Чего нет между этими, и того, что есть нет. Ну, определите, определение. Я определил, что там есть потому-то, потому-то. Вот что это? Вот что такое противоречие? Интересы. У стола-то нет интересов, и у кресла нет интересов. У британская империя… Значит, это… Значит, противоречия – это разница интересов. Ну, в том числе нет. А почему это? Вот у нас… Вы хотите булочку, я хочу чай. Какой противоречия? Нет, у вас нету. А вот если бы вы хотели одну и ту же булочку, то там противоречия было бы налицо. Нет. Вот мы сидим. Вот мы сидим. Нет, смотри, если бы было так. Либо вы попали чай, либо я съел булочку. Тогда было бы противоречие. Если бы у вас была булочка, то она была бы… Так, по очереди говорили. Это противоречие. Нет. Вот, просто был чай, и была булочка. Вы хотите чай, я хочу булочку. Булочку. Так, стоп, зафиксировали. На данный момент есть противоречия? На данный момент нет. Нет противоречия. Хорошо, дальше. Но если ситуация другая, что только в том случае вы будете есть булочку, если я не буду пить чай. Нет, точнее, здесь появлюсь я, который хочет чай с булочкой, а чай и один из булочек. А так будет с обоими с вами противоречие. Пока, пока. Я думаю, это будет развиваться, когда законы, если бы мы погаболожимся. Нет. Нет такого закона. Мы уже выяснили. Нет, давайте все-таки, как бы, тут все-таки вы говорите о многозначности термина противоречия. Ну, противоречия, как конфликты, противоречия в смысле логического противоречия, но это разный смысл-то имеет. Разный смысл. Противоречия, да, так мы же говорили, что диетическая логика не является логикой в смысле противоречия. Игорь, подожди, подожди, подожди. Просто в данном случае Александр, он защищает позицию, что понятие противоречия имеет только один смысл. А вы говорите, что он имеет еще и другой смысл. Да. Объясните, какой смысл такой конфликт. Зачем называть это противоречия? Как можно закон обышления логики распространять на стол, на стул, и не относиться к свободным существам, уменьшим сознанием? Конечно, нельзя. Только эти свободные существам, уменьшим сознанием, мы можем рассматривать. Мы можем рассматривать Британскую империю, потому что она состоит из свободных существ, уменьшим сознанием. Нет-нет-нет. То есть если компьютер лежит на этом столе и не проваливается, это согласно закону. Если я скажу, что он стоит по логически, то они соответствуют логике. Нет. Вы говорите о... Получается так, что если проанализировать все, что вы сможете назвать противоречием, то это противоречие между теми, кто говорит. Вы сказали одно, я сказал другое, это противоречие. Только так. А никакого противоречия между зайцем и волком быть не может. Много противоречия между травой и коровой быть не может. А почему между травой и коровой не может быть? А какое противоречие между травой и коровой? Потому что трава мечтает вырасти, а корова всю ее съесть. Ну и съела, ну и что, а какое противоречие? Это опять конфликт, а? Это конфликт. Но если кто-то кого-то съел, то есть я выпил чай, я противоречил чаю, или чай не противоречил. А то вы противоречили Валю, который тоже капил чай. А в смысле речения это у вас неудачный пример. Потому что, например, английская империя может сказать, что я самая великая, а германская скажет, что нет, ты не самая великая. Это будет противоречиваться все речения. То есть в любом случае, если говорить о странах противоречит, то всегда она сведется к неким формальным вещам. То есть вот это моя территория, нет, это моя территория. Вот это противоречие. Вообще противоречие. Диалектика была придумана из политических неких побуждений. Нет, нет, нет. Во-первых, совершенно вольная трактовка, когда я говорил, что нет логики диалектической, это я констатировал факт, что ее сейчас нет, не то, что она невозможна. Ее можно довести до логики, иначе говоря. Она может быть логичной. Я не утверждаю, что не может быть. Я говорю, что Гегель ее не довел, а Диамат еще хуже затопил. Но логика диалектическая может быть. Может быть. Она такая же формальная может быть, как и не теоретическая. Вот давайте другой пример. Ну вот противоречие между хищником и жертвой есть? Нет. Нету? Нету. И ты каждый раз приводишь понятие противоречия в смысле конфликта. Мы уже выяснили, что есть два смысла. Нет, у нас противоречие... Используем термин противоречие. Как конфликт... Когда есть две свободных воли, вот тогда мы можем... Да две есть. Когда есть две вещи обладают... Это даже воля, пока мы не... Не воля. Пока мы не произносим эти слова... И жертва, у них есть субстbaitность самостоятельная. Но это и нет противоречия. И именно есть конфликты. Противоречия есть, конечно. Нет. Конфликт есть, а не противоречия. Конфликт есть. Ну, этот конфликт называется противоречие. Нет. Я же чего проявлять. Это означает, что слово противоречие используется двумя... Двух смыслов. Как конфликт, это первый смысл. А второй смысл как логический противоречие. Когда приписывают... То есть противоречие... Одному два разных преддиката. Вообще, по сути, тогда мы спорим слово противоречие. Причем здесь два разных предиката одному и тому же. Вот здесь противоречие между немецкой империей и британской, оно имеет вредное отношение к другому. Нет, оно имеет отношение только, когда одни утверждают, это моя территория, это моя территория. Вот противоречие. Если нет ни одного формального момента, в котором есть логические противоречия, то есть противоречие. Нет, нет, но у них... Когда мы говорим, это моя кружка, нет, это моя кружка, это противоречие. Но пока мы сидим и думаем, пока мы думаем, это просто конфликт интересов. А противоречие всегда формально, сформулировано, конкретно. Вот можно зафиксировать, есть противоречие или нет. А пока мы просто говорим, что корова жрёт траву, и это противоречие, а где же противоречие? Вообще по сути... Два пулка в банке это противоречие? Нет, конечно. А какая это противоречие? Ну или один и второй. Нет. А есть банки два? Да. Значит, они существуют одновременно, в одном месте. Значит, не противоречит. Нет, ну один из них другой съест. Когда один съест другого, это противоречие, не противоречие. Нет, как раз это не противоречие. Между двумя пауками банки нету противоречия. Потому что каждый паук не обладает самостоятельной субсидантностью. В общем, давайте... А можно ли любой конфликт сформулировать как логическое противоречие? Нет. Нет, почему? Вы же про империю говорили только что. Нет, не всегда. Между двумя империями. Нет, я иду, говорю, мужик, у тебя шляпа фиговая, бью ему в морду. Здесь не было противоречия никакого. Нет, нет, мы про конфликт. Вот, допустим, две империи. Одна говорит, что это моя территория, а другая говорит, что это моя территория. И сами согласились, что это противоречие. Значит, конфликт может быть выражен в терминах противоречия. Правильно, противоречие может быть выражен. Да, но само по себе так я скажусь за конфликт. Скажем так, противоречие может привести к конфликт. Наличие противоречия не обязательно конфликт. То есть у нас может быть противоречие, я хочу эту кружку, я хочу эту кружку, но нет конфликта. Но и конфликт может быть без противоречия, то есть нет связки конфликта и противоречия, нет однозначных. Нет. То есть противоречие в речи, когда мы говорим, это то, чего быть не может, не должно быть. Так и в жизни, это то, чего быть не может. А самое главное... Нет, оно может быть раз одна... Нет, а в одном и том же месте, то аналогическое может быть. Нет, но если один это говорит, то одно будет. Говорение. 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 То есть два предмета совместить в одном месте. Это не нельзя. Два свойства. Нельзя. Частица не может. Положительные и отрицательные. А в речи... А в говорении мы совмещаем, в мышлении мы совмещаем. Два осуждения, оно... Почему появляется в логике противоречия? Потому что два осуждения вневременны. Я нахожусь здесь и я нахожусь там. То есть если... В быту это невозможно. А в речи я могу написать два предложения, например, они не разнесены по времени. И это есть противоречие. Если именно не написано, что в среду и во вторник. Вот. Поэтому... А самое-то главное, что никакого смысла введения понятия противоречия в том смысле, что вот именно в философском, как не конфликт для чего-то, для развития нет. Потому что никогда то, что мы называем противоречия, не приводит к никакому развитию. То есть конфликт интересов и не противоречия. Конфликт невыраженный. Конфликт невыраженный. Может быть выраженный. Конфликт между хищниками и жертвами не приводит к развитию. Вот скажем, мы сидим, вы сказали Булату, что... Александр не прав. Нет-бы то... ...почтение между британской и германской и перьей, и не воет развитие вообще морских вооружений... ...приводит. Ещё раз, и Гитая, ещё раз. Приводит к гитаяw Пришли Voilà sheet Joanne всё исполнительное матерство! Ребята! А во-вторых, мы попытались зафиксировать, что есть видел, что есть понимание слова противоречит и и догмливаться из настоящего конфликта, то есть понимание противоречит в смысле логической несомместимости. Все-таки это разные вещи. Но конфликт можно попытаться выразить в словах. Поскольку мы из диамата помним, что у нас диаметическая логика есть логика развития, то есть это как раз именно конфликт. Конфликты между хищником и жертвой, годным и из-за земли. А теперь мы берем кучу примеров других, где не конфликт интересов, а согласие приводили к появлению нового. Называется это единство. Мотивоположности. Извините меня. Есть четкое представление, что в основе любого развития лежит противоречие. Диаматовский принцип. Единство. Нет, нет, нет. Именно можно кучу прочитать в диаматовских учебниках. В основе любого развития лежит противоречие. То, что единство, это само собой разумеющееся. Все противоволожности едины. То есть констатировать единство противоположностей, это констатировать просто определение противоположностей. Так вот, развитие, скажем, в обществе с той же успехом обеспечивается и согласием, и конфликтами, и вообще, есть ли конфликт или нет конфликта, есть ли согласие или нет согласия, на развитие никак не влияет. Скажем, есть биология развития, бесконфликтная абсолютно. Вот существует некая популяция, ее никто не ест, и она никого не ест, она развивается. А есть, скажем... Это конкретный пример такой популяции, я не знаю такой популяции. Да полно. Трава, пожалуйста. Траву никто не ест? Ее ест, но не от того, что едят, она развивается. Деревья растут. Как бы от того, что едят, как раз, и развиваются, нет? То есть, примеров, как он... То есть, хобот такой выкинут, такой высох, а все листья будут далеко, чтобы никто не достанется. Но хитрые животные, кто хобот вырастет, кто нос, а кто шею. Вот, пожалуйста, и на лице был конфликт, который пришел к развитию. Не было никакого конфликта, у жирафа это ложное представление о том, что у него шея такая длинная, потому что доставал верхние листья. Нет, это просто генетическое изменение, случайно так получившееся, а не развившееся. Как раз закрепленное. Не закрепленное, нет. Вот доказано уже сейчас, что бытовавший миф, что у жирафа длинная шея, потому что он тянулся. Нет, мы сейчас говорить не будем о ламаркизме и... Нет, это не ламаркизм. Это не ламаркизм. Это не ламаркизм, а различия между ними. Нет, это не про это вообще. Ну, я знаю, что он не тянулся, но он приспособился есть... Александр, а... Жираф, траву, кровь, кровь, кровь... Нет, давайте... А зачем доказывать конфликты приводит к развитию мира? Доказывать не надо. Мы же не о конфликте говорим. Мы говорим о противовании. Какая-то травма... Какой-то конфликт приводит, какой-то не приводит, это не существует. Которому никто не будет регулировать, и очень... Без разницы. Оно займет все ниши, все вытесные. Да, да, да. Будет регулировать. Но дело в том, что, во-первых, борьба популяции и поедание, все, не приводит к развитию. Во-первых, не приводит. Ну как? Почему? А вот так же не приводит, потому что любое популяционное развитие идет в сторону деградации, а не развития. Вот. Если вы возьмете... Можно посчитать вот это утюление развития? Чего-чего? Утюление вот это, это развитие... Это рудименты? Нет, нет, лапы. Это что? Это деградация их конечностей. Ну, они вернулись обратно. Нет, они не вернулись. Это деградация конечностей. Это рудименты. Это называется... Это рудименты. Это называется отрицание-отрицание. Это не называется отрицание-отрицание. Именно оно и называется. Я вообще понимаю. Вначале они перешли от водного образа жизни на сушу, потом там побыли немного, ну там всего-то... 500-600 миллионов лет. Это называется предстоянием и предстоянием. Что? Что получилось с диаматом? Понимаешь? Некая формуляция... То есть у Гегеля действительно действительно было представление, что развитие мышления, развитие познания идет через противоречия. То есть отыскиваются противоречия. Да, мы знаем в науке действительно есть противоречия между эвклидовой геометрией и эвклидовой геометрией. Через одну точку можно провести одну параллельную прямую, через одну точку. Это как раз будет логично противоречия. Конечно, логично. Мы только логично противоречия. Я только их не знаю. Они конфликты. А почему здесь конфликты? Да причем здесь конфликты. Давайте закроем эту тему, я скажу так, что в обществе существуют конфликты. И существуют не конфликты. И это не имеет никакого отношения к развитию общества. Почему? А это просто факт наличия конфликтности это не условие, из которого появляется общество. И не условие, в котором... Сидит человек... Есть развитие. Вот я сижу, нечто сочиняю, сочиняю стихотворение. Я развиваюсь. Причем здесь конфликт? Причем здесь противоречие? Это эманентное... Развитие, это эманентное свойство общества. Оно первичнее. И конфликты возникают в средстве разности развития. То есть кто-то быстрее развивается, кто-то медленнее развивается. Возникает конфликт. Но не потому происходит развитие, что есть конфликты. Вы согласитесь, что точка зрения, что развитие, скажем, демократического общества определяется конфликтом между классами? Не определяется конфликтом. Какая точка зрения имеет... Нет, оно вызывает... А проще сказать, что любое развитие вызывает конфликты. Любое развитие вызывает... То есть даже... И это тоже так. Это более яркий пример. Вот есть... Допустим, мы берем антогенез. Развитие ребенка, да? Да. Вот. Вследствие развития у него появляются... Там зубы жмут, конфликты, какие-то органы не так. Но нет того, что у него какие-то конфликты внутренние у него развиваются. А наоборот, любое развитие приводит к возникновению конфликтов. Не от того, растет подросток, развивается, что у него конфликты с родителями, не от того, что у него конфликты в школе. А наоборот, поскольку он находится на данной стадии антогенеза, на дальней стадии развития, у него появляются конфликты. Рост и развитие, как бы, качественное, в смысле, это не разные вещи. Одно дело, он растет, а другое дело, что он действительно развивается. Развивается. Как он развился по отношению... Я просто не говорю про развитие. Я говорю только про развитие. По отношению к своему отцу А с бихвостой обезьянами он развился. Бихвостой обезьяны обязательно было в противоположности. Между трудом и капиталом, и между палкой и птичником. То есть это просто очередной миф о связи. Дело в том, что, допустим, у нас предположили, что Диамат является наукой о развитии. И говорит нам что-то о развитии. Да вот ничего. Вот сухой остаток. Вот прошло 150 лет Диамата, да? Там меньше чуть-чуть. Прошло. Какой сухой остаток? Кошкиные слезы. Мышкиные слезы это называют. Да, кроме того, что несколько заученных фраз. Заученных фраз. Что диалектика есть теория развития. Пожалуйста, где есть теория? Вот тебе развитие, опиши развитие. Три закона диалектики. Опиши. Опишите мне развитие. Вот берем любое развитие, при помощи этих законов опишите. Бык-бык. Вот биология. Биология занимается развитием. Им не нужно понятие противоречия. Им не нужно противоположности. Им не нужно знать... Они все это описывают совершенно по-другому. А пришел Энгельс, взял примеры какие-то и подогнал их. А для классовой борьбы нужно почему-то? Конечно, идеология. Конечно, это идеологическое. Но это не описывает причины классовой борьбы. Это всего лишь идеологический момент. Понятно, что диалектики... Ну, это же не философия. Это диалектики. Конечно, мышкины или кошкины слезы, как они называются, правильно? По-русски-то. Это понятно, что она не оказалась эвристически хоть сколько-то состоятельной. Это ясно. Вот. И о чем мы все повторяем, повторяем, продолжаем. Искать противоречия. Вы с Грачевым. Можно здесь, я могу сказать, что есть проблемы на самом деле. Вот они, это, опори их зенона зафиксированы. Что на самом деле для того, чтобы описать движение, нам приходится, вот если мы на качественном языке его описываем... Вот, ключевое слово. Ключевое слово было произнесено для того, что нам нужно описать движение. Описать. Описать. То есть оно происходит, оно есть, оно не противоречиво, само по себе. Как только мы пытаемся о нем сказать, мы вынуждены произнести два противоположных суждения. Одновременно стоит, одновременно двигается. Это наше описание движения. То есть, когда мы говорим о любом противоречии, мы всегда вот досконально докопаемся, мы найдем, когда это всего лишь два суждения, которые одновременно приписывают некому объекту два противоположных предиката. И другого смысла. Нет, понятно. Но мы из того, что не можем отделить описание движения от самого движения, мы не можем сказать, то ли движение противоречиво, то ли наше описание противоречиво. Ну, чаще, если мы говорим движение противоречиво, то оно, значит, не должно существовать. Ну, это изначально мы поставили такой постулат, что ничего противоречиво не существует. Нет, ну можно сказать так, что мы как-то должны отличить внешне противоречиво от непротиворечиво. Вот просто внешне, без нашего мышления, без нашего описания. Вот мы молча можем вот так взглядом посмотреть и здесь сказать, вот это противоречиво, а это непротиворечиво. Вот мы выяснили, что стол и диван непротиворечиво. А почему, когда вот это двигается, это противоречиво? Не вот кто у тебя объяснить может, почему, где здесь противоречиво? Потому что когда мы стол и диван описываем, мы нас не возникли. Нет, без описания, без описания. Без описания. Вот почему это вдруг противоречие? Слово здесь, что когда мы что-то пытаемся зафиксировать А знание у нас только то, что мы можем зафиксировать То знание возникает противоречие А вы сами понимаете, что слово противоречие Это только относится к языку И поэтому, если у нас знание возникает противоречие То у нас есть подозрение А не так ли это и в самой реальности? У нас есть подозрение, хотя мы никак не можем это обосновать Ну, закончив, в принципе, мы практически все мифы разобрали Первый миф – это то, что диалектика не темологически, по происхождению, а вообще связана как-то с диалогом ни у Платона, ни у Платина, ни у Аристотеля, ни у кого после она не была связана с диалогом. Конечно, можно там привязать, но, фактически, кстати говоря. А сколько лет для Чёвы, кстати? Не знаю. Где-то… Ну, Чё, ну, погадать, честно, надо на камеру, можно спросить у него. Давайте будем последовательно. Скажем так, что всё это возникло из диалога каким-то образом, и термин сам возник из понимания диалога. Дело в том, что вся философия возникла из диалога. То есть другой, кроме диалогической философии, изначально и не было. Только вот в разговоре. Да, да, да. За всем этим скрывается уже… Стоп, стоп, стоп. Не только в разговоре, в смысле того, что… Речь. А в стихии речи. В стихии речи, да. В стихии языка возникло всё. Возникло. И до сих пор существует. Да, да, да. Но когда мы говорим о диалектике, мы не подразумеваем… То есть в данном случае я говорю не о речи, а именно о диалоге. То есть диалектика с диалогом даже изначально в платоновском понимании не связана. Ни в платоновском, ни в аристотелевском. Так, следующее было, что логики диалектической не существует, о которой всё время говорится. То есть просто её нет. Не потому что они невозможно, а то, что у Гегеля нет никаких законов, которые ему приписываются, что три закона Энгиса не являются законами, а являются только названиями. А даже если подумать что-нибудь, что бы они могли описывать как законы, этого не существует. Дальше вопрос спорный, со мной не согласились, что есть противоречия какие-то, кроме как в логике. Я вот не могу показать пальцем. Мы же сказали, что просто противоречие имеет два смысла разного. Ну, в быту мы используем. Есть конфликт? Да. То есть у меня вообще, ну у меня с женой был конфликт, у нас было противоречие… Нет, в любом случае, противоречие всегда есть формально что-то можно сказать. Противоречие… Ну, не любой конфликт. То есть противоречие может вызвать конфликт, а может и не вызвать. У нас было противоречие, я хочу покрасить в красную, а я хочу в зеленую. Да? Противоречие. Можно никакого конфликта и не вызвать. Подумали, подумали, решили в синюю покрасить. Или кто-то пошел на уступку в красную или в зеленую. То есть у вас получается, что если два человека говорят разные в одном и том же отношении, то это противоречие? Противоречие, да. Они противоречивают друг другу. Или человек сам… Так это и означает, что в реальности противоречие есть? Если два человека в одном и том же отношении говорят разное… Ну, опять же, это противоречие двух суток. А противоречие двух суток. Конечно. Если мы… Без разницы я скажу одновременно, это черное и белое, или мы вдвоем скажем. А, или мы скажем в суде о конкретном убийстве. Один свидетель скажет, что он сам себя убил, а тот скажет, что нет, убил Вася. Это противоречие. Нет, ну так, если дальше просто двигаться в этой логике, так получается, что противоречие в реальности есть? Как в виде суждения. Нет, ну понятно. Нет, нет, не может быть одновременно, он убил себя и убил Вася. Нет, убил-то не может. А другого смысла нет? Нет, в смысле лечения. А, в лечении? Понятно. Мы же разговариваем, в реальности мы разговариваем. В смысле конфликта есть и есть. Давайте дальше, чтобы мы-то как-то на одном зациклились уже. Ну вот. И… Но я хочу сделать как бы заключение, что из этого не следует, из всего, что я говорил, что нет такого дилектического мышления, что не невозможна дилектическая логика. И есть дилектическое мышление, которое проходит через противоречие, которое завязано на противоречии, и смысл которого в разрешении противоречия. Но логика пока такая не создана. Вот какие-то зачатки этой логики уже есть. Есть, можно на следующий раз там, может, на следующую неделю позже я расскажу о обратной логике разрешения противоречий. И… А сейчас могу только сказать все-таки, откуда берутся противоречия и откуда берется дилектическое… Необходимость дилектического мышления. То есть дилектическое мышление возможно только потому, что это мышление мышления. Не мышление чего-то, а предметное. Предметное мышление, в аристофельском мышлении нет противоречий. Вернее, могут быть противоречия, но они запрещены. Но когда мы говорим о разном познании… То есть, скажем так, мир, если принять мир нелинейным, и невозможность свести его к формальной логике, как невозможность, скажем, к кривизному пространству свести только… В смысле, геометрию свести только к одной геометрии. Существует геометрия такая, которая описывает положительные искривленные пространства, геометрия, которая отрицательная, и всуждения в этих геометриях, они противоречат друг другу. И можно подумать о том, что же это такое более общее познание, в котором могут быть противоречия, и которые пока существуют на неком уровне вам только. То есть, науки не существуют, мирно существуют, в разных системах. А вот в диалектическом мышлении они могут существовать в одном размышлении, в одной голове, и быть эти два суждения одновременно истинами. Это указывает на то, что они принадлежат какой-то общей системе. Они принадлежат диалектической системе, но не формальной логической системе. Они запрещены. Противоположность между двумя утверждениями. То, что через одну прямую можно привести только одну прямую параллельные данные, и бесконечное количество. Тем не менее, есть некая парадигма, в которой эти суждения равнозначны. А哪ть tratar... Там противоречия瞭 idiotics? Ну, там противоречия, да. Но это не диалектическая противоречия? Да, в диалектическом противоречии одновременно будут оба истины. Они не снимаются. Не так, что в данной геометрии это истина, а это истина, а они вместе истины. Ну в общей геометрии стараты от них. Нет, а не истинная временная геометрия оба. Потому что, когда мы говорим в общей геометрии, скажем, об обобщенной геометрии объединяющей, там есть два суждения, скажем так. Может быть и так, и так? Нет, два разных суждения. Что в пространстве с положительной кривизной через точку можно провести более одной параллельной данной. В пространстве с нулевой кривизной можно провести одну. Это два разных суждения. Они не противоречат друг другу. Они не противоречат друг другу. Поэтому это не просто противоречившиеся. Там добавляется дополнительный предикат, который их разводит. Вот, вот, вот. Я про то и говорю, что у нас получается, что наличие парадокса какого-то, то, что нам воспринимается как противоречие, указывает на существование где-то новой системы, где эти два высказывания не противоречат друг другу. Да, но только при условии... Но диалектика здесь тоже, опять, не при чём. Да, но на данный момент диалектика не при чём. Но причём понимание того, что противоречия могут быть, но противоречия не связаны... А какой бы пример такой, чтобы от подобного вода утверждения имела место какая-то там диалектика? Ну, вот, философия является наукой, философия не является наукой. Ну, точно как с геометрией. Есть некая новая метасистема, которая... Нет, никакой метасистемы относительно философии не существует. Вот есть философия, вот в философии можно доказать одновременно истинность, что философия является наукой, а философия не является наукой. Ну, это по-моему... Это алиотическое противоречие. Ну, вы немного уехали в сторону, давайте просто как-то зафиксируем. Ну, зафиксируем. Я кое-что хочу сказать, просто, наверное, под конец тоже. Да, ну, скажи, скажи. Да, это здесь... На самом деле, тут вот есть проблема одна, да, вот мы как бы сейчас все согласились, я так понимаю, что вот в речи могут быть противоречия. Конечно. То есть в этом нет никаких проблем, как бы, да, то есть, собственно, фактически у нас проблематичным просто явилось, является ли вот то, что мы в речи фиксируем как противоречие, реальным. Вот, например, движение, да, мы пытаемся движение писать, и у нас получается противоречиво, да. Соответственно, а само движение вроде выглядит, оно же существует, да, и оно никак не запрещено, да, и получается само движение противоречиво или только наше описание противоречиво, да, вот такая, получается такой парадокс. Но вот этот парадокс тут, вот что возникает, интересная заметка, что на самом деле у нас ведь кроме речи-то ничего нет, да, и мы на самом деле вот в этой речи живем. И у нас возникает проблема, а вот если у нас в речи возникает противоречие, что этому противоречимому в речи соответствует в реальности? И соответствует ли? То есть это на самом деле проблема, она останется просто навсегда. И отсюда поэтому и существует, как вы говорите, диалектическая логика и все эти вещи. Потому что вот сама изначальная проблема того, что у нас в речи противоречие есть, и с этим никто не будет спорить, проблема состоит, можем ли мы вот эти речевые проблемы пытаться вынести вовне, рассматривать эти речения так же, как что-то реальное. Вот как Игорь пытается говорить, например, конфликт описывать как противоречие, конфликт двух систем, допустим. Или там еще что-то пытаться, вот передвижение описывать как противоречие и прочее. То есть, ну, эта проблема, она в принципе неразрешаема. Ну, она разрешаема при иерархической логике, при рассмотрении различных уровней. То есть, если на аристотельской логике она разрешаема в том плане, что не существует никаких противоречий в реальности. Если мы говорим о вещах, которые не подчиняются аристотельской логике, скажем, вот мы выявили опору Зенона там, да, они не подчиняются. Там можно говорить. То есть, есть еще высший уровень, философский уровень, парадигмальный уровень какой-то, и там противоречия существуют имманентно. То есть, это нужно... То есть, просто сейчас еще нет языка для того, чтобы различить, о чем можно говорить на аристотельском языке, о чем нельзя говорить на аристотельском, и о чем можно только говорить на директиве и противоречиво. И основная проблема Диамата не в том, что она, в принципе, вводила понятие противоречия и противоречия развития, а то, что она не ограничила сферу. Она говорила, что везде, где есть развитие, там есть противоречия. Противоречия – источник развития, противоречия есть в природе. Просто так, абстрактно. Да, весь мир – война. Понимаешь, ну, просто абстрактно. То есть, именно не проведя границ, любые противоположности борются, да, вот это основная проблема Диамата, что она не определила, а о чем же речь. А всех, то есть, у Гегеля было понятно, у Гегеля с его единством бытия и мышления, да, там было понятно, что он, даже если он говорил о природе, он говорил о мышлении. Вот, и у него противоречия всегда были логические, всегда. Он всегда точно формулировал, это есть то, и одновременно есть другое, чего никогда не сформулировано в Диамате. Никогда, когда говорят о противоречии в природе, никогда не было сформулировано, что магнит одновременно есть положительный и отрицательный, или одновременно положительный. То есть, само понятие противоречия не формулировалось, а абстрактно говорилось как бы. Ну, вот, где-то, вот, якобы оно есть. А по поводу текста, у меня был текст «Противоречивый» или «Противоречие в реале». То есть, если то, что мы называем противоречивым, если оно противоречиво и в реальности, то оно должно быть одновременно и таким, и другим. Если мы рассмотрим природу на уровне аристопельской логики, на уровне физики, то мы заметим, что все процессы идут только в направлении избежать противоречия. А, то есть, все, что движет, не в саму противоречие. То есть, противоречие и чем-то и движет, то в сторону избегания. То есть, скажем, вот, есть один волк, другой волк, есть самка, да? Казалось бы, что... Ну, это опять термин конфликт опять. Что может быть противоречия? Нет, я до противоречия доведу, что два волка имеют одну самку. Это противоречие. Так будет все. То есть, конфликт – это не источник развития и не причина противоречия, то есть противоречия в реале, а способ избежать противоречия. Конфликт – это способ избежания нормального противоречия. Перевод его в языковую форму и избежать. То есть, никогда не может быть территория принадлежать и Англии, и Германии. Это было противоречие. Вот противоречие в реале было бы так. Территория одновременно принадлежит. Наступает конфликт, она принадлежит либо одному, либо другому. В результате разрешения конфликта не допускается противоречие. Не допускается. То есть, в том понимании, в котором... Правильно, ты говоришь, надо так, что противоречие в принципе невозможно. Невозможно. Да, но мы можем использовать те противоречия для описания чего-либо. Да. Мы неизбежно приходим противоречия. Почему? Потому что мы сами говорим, что мы можем конфликт двух систем и это просто сформулировать в виде противоречия. Да. Описывать-то мы можем так. Более того, что эти противоречия чисто речевые, а есть противоречия эманентные, необходимые. Потому что противоречия движения, мы не можем иначе описать даже. Нет, а как вы язык вообще-то отрываете от реальности? Тут в этом, видимо, вся фишка. Я так о чем говорю? Я говорю, что есть реальность, а есть язык. Но между ними зазора-то нет. Нет, есть, конечно. Какое? Так мы можем определить. Есть мое слово «стол» и есть этот «стол». Вот смотрите, мы говорим «движение противоречиво» в описании. А как еще в знании наше это движение существует? Больше никогда. Нет, пожалуйста. У нас есть физика, в котором непротиворечиво описано движение. Законы движения, в которых нет никаких противоречий. Все мы рассчитываем. Пожалуйста, без противоречия можно описать. Нет, ну из того, что мы в физике противоречиво, там на самом деле просто его глубоко запрятаны. Нет, мы говорим о разных уровнях. Что есть на определенном уровне противоречие непротиворечиво. То есть при описании. То есть, не все же описание противоречия противоречия. Ну, как раз, куда на волновой дуализм? Казалось бы, с первой точки это классическая диалектическая противоречия. Да, но оказывается, если разобраться, это противоречия описания. Потому что никогда электрон не бывает одновременно и частицей, и волной. В одном эксперименте он либо частицей, в другом, либо волна. А описания мы имеем два. Более того, что они даже не являются описанием в одной теории. Это в одной теории волна, а в другой частица. Но все-таки я склоняюсь к тому, что между реальностью и языком проложить такое различие существа невозможно. Наше знание, в принципе, укоренено в языке. Я повторю еще что-то. Если есть противоречия, которые мы монетно сформулировали по закону, это не говорит, что все, что мы говорим о движении, противоречиво. Что движение, в общем, все противоречиво. Мы можем нечто взять, мы можем стол описать противоречиво, может непротиворечиво описать. Так и движение. Есть момент движения, которое мы описываем противоречиво, не можем иначе. А есть движение, которое мы описываем без противоречий. То есть, из какого из двух вариантов вы сделаете заключение противоречиво или непротиворечиво? Вот есть закон Ньютона, который непротиворечиво описывает движение. Я говорю, движение непротиворечиво, потому что она описывается, язык есть, моего описания, а есть опория Зинона, которая описывает противоречиво. Какой из двух вариантов взять? Логичнее сделать так, что есть разные уровни языка, есть разные уровни описания. На одних уровнях описание оно не противоречиво, на других противоречиво. Геометрия. Есть геометрия Эвклина, на этом уровне никаких противоречий там нет и быть не может. Есть геометрия искривленного пространства, где возможны противоречивые описания. Есть физика Ньютона, непротиворечивая. Мы говорим, что в физике нет противоречий никаких, да? А когда мы начинаем описывать квантовые, мы понимаем, что не так все просто. В другом уровне, при другом описании появляется противоречие. То есть противоречие имманентно присутствует. Но вот вопрос говорит, что без описания в самом объекте они есть. Ну, нужно всегда говорить... Но как в самом объекте без описания существуют? Это непонятно. Ну как объекты? В квантомеханики как? Нет, ну как, ну природа существовала до человека, до языка, до биологического. Это просто не философский разговор, конечно, существовало. Существовало. Но не философский все равно это разговор. Нет, ну как объект существует без субъектов. В любом случае, вы же апеллируете к языку. Да. Ну, если языка не было, на что? Ну, если я буду молча самозаблюдать над движением... Противоречие, это не так, куда формируешься. Ну, противоречие, то, что возникло в смеси с языком. То есть, появилось в смысле понимание того, что оно есть. Пока языка не было, и противоречие, оно не было записано. Оно было как бы... Поэтому спрашивать, существует ли противоречие в объекте, некорректно. Нет, это я не спрашиваю. Я говорю про описание объекта. А описание-то очень трудно от самого объекта оторвать. Так вот устроена наука современная, что сам объект без описания не существует. Ну, понятно, да. Но это другая тема. То есть, это можно развивать, но она не касается противоречия. Это можно о чем угодно говорить. Без относительного противоречия. Я согласен. Просто мы говорим о качестве. Вот черное. Черное – это мое описание, или черное – это свой субъекта. Без моего описания оно не является черным. То есть, в данном случае, это отдельная проблема. Правда, отдельная тема. То есть, ее решение никак не влияет на решение противоречия. Согласен. Но противоречие, опять же, это в речи возникает. И в некоторых описаниях возникает противоречие. И в предикат черный тоже возникает в речи. Поэтому, в данном случае, это разговор не о теме. Нет, нет. Тема просто здесь в счет состоит. Что если у нас в речи есть противоречие, и мы с этим соглашаемся, что оно существует и как-то циркулирует. А вся наша речь, на самом деле, она нужна для того, чтобы описывать мир. И мы можем, либо мы можем описывать мир с помощью этих противоречий, либо нет. Иногда на некоторых уровнях, как вы говорите, мы не можем. На некоторых уровнях можем. И на тех уровнях противоречие запрещено. Потому что мы видим, что не может одновременно стол быть стулом. На этом уровне, при использовании аристотелевой логики, противоречия запрещены в речи. Это говорит о том, что о чем мы можем говорить на аристотелевской логике, там противоречия запрещены. А там, где мы можем говорить противоречиво, разрешено противоречиво, там мир сложнее, чем аристотелевская логика. Не описывается аристотелевской логикой. Я использую образ такой, что есть некий сложный мир, а у меня вот такая аристотелевская линейка. Я здесь приложил, здесь приложил, здесь приложил, но единой линейки нету. Здесь измерия получила так, такой угол, а здесь такой угол. И возникает противоречие. Но если я исследую на маленьком отрезке, там я буду одной линейкой мерить, у них никаких противоречий не возникнет. Я суммирую все углы. Поэтому, естественно, нужно говорить об уровне познания, об уровне сложности предмета и об уровне сложности мышления. Разные уровни мышления. Вот на некоторых уровнях мышления необходимо противоречие, на некоторых уровнях мышления они запрещены. Правильно, но противоречие все равно как бы реально с ней не существует, все равно по-вашему. Ну, как вы уже пошли по-другому. Не, не, я понимаю. Продолжение следует...